Областной суд оправдал обвинявшегося в жестокой расправе над девушкой. Адвокату 28-летнего жителя Миаса удалось доказать невиновность своего подзащитного. Мужчину обвиняли сразу по двум статьям разбой и убийство. Но почему Фемида решила не наказывать подсудимого, знает наш корреспондент. Убийство, сопряженное с разбоем, в котором обвиняют Александра Никиенко, произошло три года назад под Миасом. Тогда 21-летнюю знакомую подсудимого задушили и похитили у нее 50 тысяч рублей. Главным подозреваемым в деле стал Никиенко. На первом допросе он признал вину и показал, что задушил подругу с помощью провода. Было достоверно установлено, что Бояршинова была удушена не с помощью какого-либо шнура, там, гнитофона или там, зарядного устройства, а именно той массивной серебряной цепью, имевшейся у нее на шее, которая и была обнаружена на теле убитой. Показания, которые дал Никиенко, не совпадали с материалами уголовного дела. Этот и другие факты позволили усомниться в виновности подсудимого. При рассмотрении дела в представленных доказательствах суд усмотрел существенные противоречия и сделал вывод, что отстоятельства совершения преступления по делу установлены не были. Позже сам Никиенко признался, что взять вину на себя его заставили. Адвокату удалось доказать невиновность подсудимого. Никиенко Александр Викторович по предъявленным обвинениям в совершении преступления оправдать на основании пункта 2, частью 20, 302 УПК РФ за непричастность к совершению преступления. Никиенко оправдали, но на свободу он сможет выйти, когда отсидит срок за другое преступление. Расследование убийства 21-летней жительницы МИАСа будет продолжено. Я согласна, что дело нужно расследовать до конца, привлечь всех виновных в этом преступлении. Родные надеются, что убийцу найдут и накажут по всей строгости закона.